Почему в Америке существует понятие мотивации? Очень многие люди считают, что мотивация это вдохновленные речи, которые воодушевляют людей. Нет. Мотивация это совсем другое. Это обман своих сотрудников, обман своего их разума, обман их будущего, обман всего. То есть это иллюзия, это морковка, за которой идет ослик. И это описывается во всех американских лигах менеджмента, и никто не может понять, как это работает. И никогда не поймут. В Америке все руководители давным-давно поняли, что на людей рассчитывать нет никакого смысла. Потому что они идиоты. Но идиотов можно заставить работать. Придумав им некий мир, в котором они живут и верят в то, что будет так. Это надо. И все Соединенные Штаты Америки, все их корпорации построены по этому принципу. По принципу мотивирования сотрудников. И по сути за это, что говорят, что мотивация сегодня не работает, это неправда. В Америке мотивация это основной фактор управляемыми людьми. Дело в том, что наших людей сподвигнуть на это невозможно. Почему? У нас другой уровень интеллекта. А чем ниже уровень интеллекта у человека, тем выше его религиозность. Дальше очень просто. Нужно придумать корпоративную религию, такую, в которой им нравится верить. И тогда они будут работать сами. Как заведенные без вашего участия. И это считается верхом корпоративного менеджментского искусства. И поэтому в Америке существуют такие обидные слова, как лузер, неудачник. Неудачники бывшими не бывают. То есть изгой общества, который не хочет верить в эту корпоративную религию. Ну и соответственно ничего не верит при этом. А тот, кто имеет и не верит, тот преступник. Тот не лузер уже. То есть люди, которые вне этого зарабатывают деньги, они гангстеры. Потому что в Америке иначе деньги зарабатывать нельзя. Даже теоретически. В любую корпорацию ты приходишь, тебе нужно притворяться, что ты веришь во все, что здесь делается. И если ты в это не веришь, то ты лузер. Спасибо. Спасибо.